В Приднестровье открыло границы до лета, и майские выходные стали репетицией летнего отпуска. Очереди за ПЦР-тестами и даже неприятная история с несуществующими рейсами в Россию тому подтверждение. Люди хотят путешествовать. Многие страны все еще закрыты, но зато Турция и Египет начали сезон пораньше, чтобы перехватить побольше туристов. Страны постепенно снимают и ковидные ограничения. Даже ПЦР теперь требует не везде и не у всех. Как съездить на отдых бюджетно, безопасно и обойти все возможные пандемийные неприятности. В общем-то, основные советы для путешественников остались прежними. Надо только учесть ковид. При этом ситуация довольно быстро меняется. Чтобы ничего не упустить, смотрите инструкцию от человека, который побывал уже в 35 странах. Влад Лукаш продолжит. Заходим на сайт лоукостеров и поражаемся ценам. Из аэропорта Кишинева можно улететь и на Кипр, и на греческий Крит. Билеты на лето более чем доступны. Если лететь лоукостером Визэйр, только с ручной кладью билет можно купить за 20 евро. Если оформляете членство в клубе Визэйр, а это выгодно, когда летите вдвоем или больше, то билет вообще обойдется в 12 евро. Это 240 наших рублей. Дешевле, чем доехать на такси в Кишиневский аэропорт. Низкая цена, потому что в салоне не кормят, а за багаж надо платить дополнительно. Часто выходит дороже, чем сам билет. Обратные рейсы чуть дороже, но помним, это отдых дикарями. Кроме самостоятельной покупки билетов, нужно самому найти и жилье. Но это тоже не проблема. В интернете море сайтов от booking.com до airbnb. Новым пользователям эти сайты дарят бонусы до 30 долларов. Что нужно? Международная карта, их выдает и наш Агропромбанк. Планируем поездку через интернет, покупаем авиабилеты, оплачиваем трансфер из аэропорта, берем на прокат машину, заказываем жилье. От обычного хостела, где ночевка стоит от 5 долларов, можно и что-то подороже. Можно заранее купить билеты в национальные парки или тот же Колизей. Вы приезжаете в страну полностью подготовленным. Онлайн-карты на телефоне помогают перемещаться, нужно попробовать всего раз. Все было так легко и понятно до пандемии. Инструкция для начинающих туристов по-прежнему в силе, но теперь придется учитывать и ковидные ограничения. Первая репетиция была на майские праздники. Тогда в Тирасполе штурмовали ПЦР-лабораторию. Так хотелось слетать в Египет или Турцию. Эти две страны остаются лидерами по пакетному отдыху. Классический Турция и Египет лидируют по количеству рейсов и предложений. Восемь рейсов в неделю из Кишинева. Турция классически это Анталия. Почти каждый день вылеты на разное количество ночей. С 23 мая ждем, что добавится Крит. И с 28 мая Родос, это греческие острова. С 4 июня Грузия. С 15 июня Черногория. Пакетный отдых, all-inclusive, это хорошо и удобно, но в последние годы многие сами любят устраивать свой отпуск. Это не лежание у бассейна, а активные поездки по разным городам и странам. Сейчас с этим сложнее. Многие страны закрыты, а там, где туристов принимают, нужны ПЦР-тесты. Иногда даже два. В некоторых странах придется сделать повторный тест уже по приезду. ПЦР удорожает отдых. Возьмем семью из трех человек. 50 долларов за один анализ. Уже 150 долларов. Только чтобы отправиться на отдых. Еще столько же надо было заплатить по приезду домой, чтобы не сидеть на изоляции. Это до недавнего времени. Сейчас наша граница открыта и ПЦР не нужен. Но до этого получалось 300 долларов только на анализы. Каждая страна требует ПЦР. Кстати, Черногория здесь приятное исключение. Это без ПЦРа. И по Турции есть вероятность, что ПЦР будет отменен для граждан Молдовы. Мы пока не знаем дату. Потому что для граждан Украины, с вылетом из Украины, Турция отменяет ПЦР как с 15 мая. Украинцы уже могут летать в Турцию без ПЦР, но только из украинских аэропортов. А черногорцы действительно молодцы. Их экономика – это на 40% туристические доходы. Черногория не только отменила ПЦР-тесты на въезд. Если туристам нужен ПЦР по возвращению домой, то Черногория проводит тест бесплатно. Вот такая забота. Из того, что удалось найти в открытых источниках. Кроме Черногории, ПЦР не требует также Танзания, Северная Македония, Албания. В Албании, кстати, есть море даже два. Прошлым летом полностью открытых стран было 5-6. С Албанией и Македонией – это Сербия, Иран, Беларусь. Но тут проблема. Из Кишинева на Балканы рейсов сейчас нет. Нужно вылетать из Украины и Румынии. А тут еще одна проблема – транзит. Раньше было удобно. Куча дешевых рейсов из аэропортов Украины и Румынии. Киев, Одесса, Львов, Яс и Бухарест. Но если прошлым летом Украина свободно пропускала транзитеров, то есть можно было без теста доехать до аэропорта и улететь, то сейчас ПЦР нужен даже при транзите. То же самое с Румынией. Она относительно открыта для транзита. Но есть неприятные случаи с молдавскими туристами. Они пытались на своем авто поехать на отдых в Болгарию. На руках отрицательные ПЦР-тесты. Но их все равно не пустили. Якобы нет подтверждения, что они едут именно в Болгарию. Скорее всего, туристы ехали дикарями. И у них не было подтверждения брони в отеле. Но все равно появляется много вопросов. Авиабилет с вылетом из Бухареста будет основанием для транзита или нет? Или если едешь не по путевке, а просто снимаешь в Болгарии дом? Будет ли это основанием для румынских пограничников? Это карта на начало мая. Она приблизительно показывает, какие страны открыты для туризма. Зеленым разрешен въезд при наличии ПЦР. Тут Киргизия, часть Балкан, Украина, Мексика, Полуафрики. Оранжевым въезд разрешен, но не всем. Каждый месяц МИД Молдовы публикует данные по странам, куда можно въезжать с молдавским паспортом. Но все равно под каждой страной есть номер посольства. Всех просят связаться и все уточнить перед тем, как выезжать. Уж слишком быстро все меняется. Страна может закрыться за один день. Что с вакцинацией? В мире уже привилось миллиард 200 миллионов человек. Будут ли для них какие-то послабления? Пока тишина. Все будто ждут решения Евросоюза. 25 мая там должны огласить решение по ковид-паспортам. Министр туризма Италии порекомендовал пускать всех привитых через 14 дней после второй дозы. Предварительно речь шла только об одобренных в ЕС вакцинах. Модерни, Пфайзери, Астрозенеки, Джонсон и Джонсон. Спутник пока не в списке, но в ООН на этой неделе призвали Всемирную организацию здравоохранения. Одобрите спутник. Через неделю Израиль, страна, победившая ковид, собирается впускать к себе привитых туристов. Правда, сейчас там идет настоящая война, и многие авиакомпании переносят свои рейсы. Уже впускают туристов Греция, причем даже со спутником, как и Кипр. Грузия на очереди. Кстати, есть рейсы из Кишинева в Батуми. Это Аджария, Черноморские субтропики. И не забываем, ковид-требования – это одно. Совсем другое – визовые, то есть право на въезд. Это уже зависит от вашего гражданства. Если есть украинская или молдавская биометрика, например, не нужна виза в Европу. Хотя какое это сейчас имеет значение, когда все закрыто? Каждый год публикуют рейтинг паспортов, владельцы которых могут посещать без визы или с получением ее по прибытии наибольшее число стран. Самый сильный паспорт у японцев. Они без визы могут попасть в 193 государства. У граждан Украины 136 безвизовых стран, у Молдовы 121. Россияне могут посетить без визы 118 стран. С 1 июня многие страны должны открыться для туристов. Ждем конца мая, новостей о ковид-паспорте и новых направлениях. И, возможно, как раз ограничения в популярных туристических местах помогут открыть для себя другие интересные страны. Владислав Лукаш, Отражение.